Украина зона, где не работает закон. Это все чаще про нашу страну говорят иностранцы, а особенно те, кто приезжает сюда строить бизнес. Многие не выдерживают суровых реалий, ведь работать приходится у нас за пределами правового поля. Их бизнес пытаются отжать при молчаливом согласии правоохранителей. Про особенности национального предпринимательства глазами европейцев Руслан Смещук собрал несколько очень интересных историй. Тысячелетний Глухов райцентр в Сумской области. Когда-то тут жил богатый род сахарозаводчиков, меценатов Терещенко. В Глухове до сих пор стоит здание, построенное ими. После революции 1917 года семья эмигрировала во Францию. Спустя почти 100 лет в 2003 потомок рода Мишель Терещенко возвращается в Украину. Пытается возродить льняную и конопляную текстильную промышленность. Получает украинское гражданство и становится мэром. Несколько дней назад урожай льна и конопли загадочно сгорает. После знищения война шляхом под палом. Сам Мишель Терещенко обвиняет своих предшественников. Мол, не дают развивать традиционный украинский промысел. Против меня, я от этого не хотел так говорить, но очень сильное давление, давление тиска. Они недавно снищили автивку члена виконкома. Они подали на юрист меня физически, он был в воспитании, и ребра резали. Они сжигали, да, они сжигали склад, где был товар для моего завода. Но есть очень, угрожают постоянно. И мы ничего не можем делать, потому что правоагранитарные органы защищают этот бонд. В Глухове про мэра на камеру говорят неохотно. За кадром рассказывают. Француз, хоть и с украинским паспортом, попросту оказался не готов к украинским реалиям. А недавно женился, и теперь в городке он редкий гость. Три месяца назад отгружился на Киевлянке. И теперь он вообще-то пропиарився. Отгружился, сказал, что я в Киев буду езжать. Я теперь буду заниматься делами жены. И тут его почти, практически, счастливо. Поселок Шаба. Бывшая швейцарская колония в Одесской области. Тут уже больше 10 лет маркиз Кристоф Лакарен пытается выращивать виноград. Виноградник больше крепкий. На бедре пистолет, на шее шарф. Лакарен обходит свои виноградные владения. Лазун выращивает по особой технологии. В окружении сорняков так куст вынужден бороться и пускает корень глубже. Это влияет на вкус вина. Но несколько месяцев назад часть его виноградников уничтожили. Перепахали трактором. Я арендал на сорок девять лет. И тоже по договору я можно купить. Это как лизинг. Виноградник. Виноградник для старой колкоз Ленина. Это виноградник. В 2005 году ни один человек хотят занимать. Шабо винзавод, когда в 2004 году купил колкоз Ленина винзавод и виноградник, сказал, что 150 гектаров стоит. Я не хочу. Бурьян, малокустей на эктариус. Это не бизнес. Кристоф Лакарен не поладил с местными крестьянами. Именно они после развала колхоза получили паи на эти земли. Позже оформили госакты на участки и стали полноправными хозяевами. Диковинный метод француза их явно не устраивает. Считают, мол, бурьяном иностранец только губит почву и требует вернуть землю себе. Люди просто посмотрели на то, как господин Лакарен ухаживает за этой землей, как он ней пользуется. И уже начиная буквально с 2008 года люди начали подавать в сельхозинспекцию документы о том, что вот вы видите, что творится с землей. В каком состоянии? Это виноградники. Это не лес, это виноградники. Конфликт до сих пор на острие. Уже несколько лет идут судебные тяжбы и конца им не видно. Село на грани социального взрыва. Крайне возмущен и маркиз Лакарен. И теперь даже не расстается с пистолетом. Делать бизнес иностранцам в Украине – дело рискованное и очень непростое. Таких энтузиастов единицы. Но и они сдаются перед суровой украинской реальностью. Ведь им приходится отвоевывать свою бизнес-территорию местных. И не надеяться на закон, который у нас не работает. Да что иностранцы? Даже наши соотечественники зачастую ищут лучшей предпринимательской доли за границей. Игорь и Екатерина Левитаны из Донецка. Когда началась война, переехали в Израиль. Там же начали свой бизнес. Необычный для тех мест. Карамельный. Сразу бизнес не пошел. Пришлось пойти на ухищрение. Здесь нет традиционного такого, да, культуры карамельной. Поэтому мы сейчас немножко перепрофилировались в сферу развлечений. Как бы больше готовим карамель с людьми на мастер-классах, делаем дни рождения, праздники. Но в отличие от Украины, бизнес-правила четко прописаны. Хотя за место на рынке и нужно побороться. Борьба эта исключительно в правовом поле. Руслан Смещук, Вадим Ревун, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин и Сергей Ауслендер. Подробности недели телеканал Интер. Руслан Смещук, Вадим Ревун.